приветствую вас друзья ну сегодня мы начнем наш сравнительный обзор атаман м е 16 варминт и чизет 457 варминт вы уже видели я анонсировал обзор этой винтовки ждал ее достаточно давно наверное мысль о покупке этой винтовки была самая первая когда я только захотел нарезное заказа тогда не принимали сказали мониторе так вот от момента начала желания этой винтовки до момента обладания и прошло почти три года то есть обещанного три года ждут и я дождался этого момента за это время купил две мелкашки хотя наверное достаточно было купить вот эту одну потому что сейчас я с немножко пострелял и могу сказать что в принципе она перекрывает многие многие дисциплины не знаю как бр-50 она себя покажет это мы в дальнейшем все посмотрим а вот бенчерест на точность вот я сейчас стреляю она позволяет отрабатывать ну давайте сравним их с чизет 457 варминт версии их очень наглядно будет сравнить вместе тем более стоимость этих винтовок вот в том обвесе что он сейчас есть здесь и на чизете абсолютно одинаковая стоимость этих винтовок поэтому у вас будет возможность выбора данное видео рекламой не является исключительно личный опыт сейчас я после полировки ствола мне посоветовали так сделать отстреляю несколько групп а потом мы будем подбирать патрон уже в тире так это rifle матч у нас после полировки две партии здесь разные мы в тире будем откатывать но интересно было пострелять так первый самый выстрел первая группа вторая треть так вкратце хочу рассказать про винтовки не буду углубляться в их технические характеристики все эти обзоры вы можете найти вкратце это обе многозарядные магазинные винтовки эту можно перевести штатно в однозарядный вариант меняется спусковая скоба закрывается шахта магазина и вкладыш специально ставится стволы вармент контур и там и там 22 миллиметра толщина м е 16 длина ствола 56 сантиметров часы 457 длина ствола 52 сантиметра в угол поворота затвора м е 16 чизит примерно одинаково но субъективно у чизитки более быстрый затвор ход затвора здесь примерно одинаковый предохранитель не там и там работает затворы с индикатором заведения и тут и тут это имея 16 это чизитка у нас если так вот их сравнить рукоятка учи за чуть изогнута здесь прямая рукоятка но это опять же тюнинг рукоятка здесь такой-то увеличенный шарик это все заказывалось так вот зеркало затвора и мешка это чизит лучше за это мне давно не чищенная сейчас и хобби буду чистить для чистки здесь приходится снимать щеку здесь мы просто приклад сложили в этом преимущество шоссе одинаково здесь шоссе цинси ганс кастом со складным прикладом здесь спортивная ламинатная ложь это самая дорогая комплектация но как я уже сказал вот в данном варианте стоимость их на сегодня одинаковая абсолютно ствол здесь кованый чизет здесь дарнированный лотер-вальтер матчевый бланк моноблок рост моноблок цинси ганс кастом вортеx рейзер здесь и бр-2c сетка здесь вортеx рейзер и бр-7c сетка уровне стоят на обоих прицелов ну данный вариант больше для тактики заточены тренировки снайпинга данный вариант им е-16 планируется использовать для ф-класса и бр-50 м в но в основном но и плюс другие варианты силуэтку если соберемся ее стрелять в целом ударно спусковой механизм у им ешки из коробки гораздо лучше чем в чизетке но сейчас они плюс-минус одинаковые разницы я абсолютно не вижу я не буду делать отдельное видео по подбору боеприпаса для им е-16 мы все сделаем в этом видео и подберем боеприпас и попробуем даже пострелять каких-нибудь соревнованиях ну что приехали пир лесной городок 100 метровая галерея будем здесь подбирать патрон и я взял чизу сделаем сравнение этих винтовок по мере возможности одни и те же патроны одни и те же условия одни и те же стрелки красивое место здесь сули гуляют те окна вот наш новниц же ствол по длине ствола ну почти похожая длина кир сказал все одинаково оптика здесь у меня только дтк будет стоять я с ним все время стреляю а там вот здесь магазины чизет справа не 16 слева принцип тот же десятки чиза изогнутыми и 16 прямого права тут же комплекте у нас две десятки одна пятерка повесили мишени вон там мы сидим 100 метров так но это самые первые у нас группы патроны ск магазин но сейчас будем разными патронами стрелять ну что начнем наш сравнительный тест у нас так 4 партии rifle match ну и всяких разных тут до кучи ск стандарт как стандарт от него будем отталкиваться центр x пистол кинг у нас два мидас пласт разная партия но сейчас мы до них дойдем ну все начинаем работать все начинаем петля креста петля Ну что у нас очень интересные результаты получились Елей у нас сверхзвук Но просто для галочки Вот стреляли Не будем большим стрелять Самый прикол в том, что Центр-Х Мидос Плюс полетели хуже Чем СК Райфл Матч У нас 4 партии СК Райфл Матч Одна из них полетела отлично Вторая тоже отлично Полетел хорошо Олимп Вот эти 4 пули Были первые, это последний отрыв Надо их перестрелять Олимп хорошо пошел Ну стандарт плюс по вертикали раскидала Это характерно Это СК Магазин у нас Я его как стандарт плюс Использую Мидос у меня есть еще одна партия Сейчас мы перестреляем И Райфл Матч Но в Райфл Матч у нас все полетели Здесь тоже вертикальный отрыв Вот такие вот интересные результаты у нас То есть Пистол Кинг Олимп Ну вот сейчас мы их дополнительно постреляем Ну что мы закончили Перестреляли лучшие Группы какие были Мидос у меня еще одна партия Доложил ее Здесь вот один отрыв Ну в принципе тенденцию видим Как работает винтовка Сейчас это все фотографирую И начнем стрелять с Чизы Так это вот я с Чизы уже пристрелился Вот у меня первый холодный отрыв Как и на МЕшке Все это присутствует Ну будем работать теперь с Чиз-Зетки И потом сделаем им дуэль Отстреляемся лучшими патронами С каждой винтовки С каждой винтовки Ну что повторим То же самое С Чизы Так это жестовым Так, ну вот результаты Чизета. Здесь, надо сказать, неожиданный сюрприз. Мидас Плюс полетел, ну, наверное, в полминуты, который ранее я считал, что с этого ствола не летит. Стандарт раскидан по вертикали, он так и стреляет. Центр-Х традиционно у меня лучше всего летит с этой винтовки. Олимп тоже хорошо летит. Ну и здесь вот Райфл Матч. Так, Пистол Кинг хорошо тоже пошел. Ну, короче, все Лапуа полетели. Райфл Матч чуть-чуть хуже. Вот так вот. Так, ну что, сейчас устроил некое соревнование, дуэль. Будем стрелять лучшими патронами с каждой винтовки. Три группы по 10. И лучшая группа будет означать лучшую группу с данной винтовки. Все, как вы любите, никаких по 5. Стрельба по 10. Ну, погнали. Ну что, наша дуэль закончена. Так, вот у нас МЕ-16. Это ЧЗ-457. Так, потом это я вам все подпишу. Вообще-то на мишени все увидите. Так, это у нас Олимп. Олимп. Один отрыв и один отрыв здесь тоже идет. Но это, наверное, все-таки качество самих патронов. Но в целом, смотрите, патроны охрененные летят. Следующие. Так. Здесь Мидос Плюс. И здесь Мидос Плюс. Ну, как видим, да, чуда не произошло. То есть группа по 10. Ну, во-первых, стрелять, конечно, сложнее. Это надо тренироваться дополнительно. Но разбрасывают ее. В целом, да, конечно, если посмотреть. Опять у нас группа из 5 собралась. Но при этом вот вертикаль. И если группу из 10 брать, то получаются те результаты, которые у меня были. Так, здесь Пистол Кинг. Показалось, что с этой винтовки они летят лучше всего. Ну, вот можно будет их сравнить с Мидосами. Ну, и здесь у меня Центр Икс. Традиционно с этой винтовки они летели у меня всегда лучше. То есть Тир подтвердил то, что и было. Это говорит о том, что, в принципе, на воздухе можно подбирать патрон. Ну, как многие там и писали, что типа все это херня. Нет, на самом деле Тир все это дело закрепил. Ну, вот такой вот у нас результат. Грубо здесь сложно сказать, где что. Но мне кажется, Центр Икс, наверное, все-таки получше будет группа. Ну, вот если эти отрывы девиантные повыкидывать, то, конечно, понятно, что винтовки стреляют очень хорошо и очень похоже. Все-таки, наверное, больше подбор боеприпасов влияет, чем сама винтовка. Как это ни странно. Мне очень хочется повторить все то же самое с моим Зулем 150. Ну, какое резюме сделать? Хоть и дуэльки у нас, да, ЧЗ типа лучшую группу собрала, но в целом видно, что МЕ-16 стреляет большим количеством боеприпасов и в целом чуть кучнее. При этом винтовка не обкатанная еще, не настрелянная. И по ЧЗ, допустим, если сказать, у меня где-то через, наверное, настрел тысячи выстрелов она вышла на максимальные возможности. Это говорит о том, что потенциал этой винтовки выше. Ну, здесь тволик Лотер Вальтер, соответственно, матчевый. И, наверное, винтовка должна все-таки стрелять на матчевом уровне. Хоть и по цене она приближается, опять же, к валовой винтовке. Ну, я решил сделать такой финт ушами и сразу взять ее на соревнования. Как у меня с Зулем это было, то есть с корабля на бал. Да, конечно, так делать не надо, тем более дисциплина мне это не дается. Связано это с тем, что здесь стреляют по-другому. В том плане, что ветровыми индикаторами никто не заморачивается, и люди стреляют по наитию. Так можно стрелять. Я сейчас тоже стал практиковать способ стрельбы без ветровых индикаторов. Вот две последних заводчики я стрелял именно таким способом. И для меня это неожиданностью больше не будет. Хочется увидеть потенциал винтовки. Все мои результаты известны. С Чезет, когда я стрелял у себя на тренировке, у меня там 214 очков. А с Зулем я два раза выступал в этой дисциплине. Оба раза одинаковый результат. 204 очка. Это достаточно низкий результат. Вот посмотрим, что из этого получится. То есть с корабля на бал. Пристрелка закончилась. Баллистику простреляли. Стрелял в первую мишень. Одна тройка. Винтовка. Первые три выстрела летят ниже. Потом уже летит куда нужно. Прожигаться нельзя. Поэтому придется экспериментировать. ДИКЮ, ТУДЫ, СЮДЫ. А как обидно. Приехал и уехал домой. Передаю привет нашим любимым гостям, которые любят по четыре. А что камеру сразу убрал от меня? Там темно просто. Темно просто. Но меня не надо видеть. Вся. Все, Макс, давай команду. Заряжай. Володя, растение. Внимание. Огонь. Огонь. Я зимой тогда снимали. Я все время ставил на паузу, не выключал. И то на весь день хватило аккумулятора. Заряжай. Заряжай. Внимание. Огонь. Видишь, да? На три часа. Так, по второму матчу, что сказать. Та же тенденция. Три-четыре выстрела идут ниже. Потом СТП поднимается. Все так поднимается СТП. И потом стабилизируется. Ну вот эти моменты. Надо их ловить. Но я надеюсь, они уйдут потом с настрелом. Потому что без пристрелочных выстрелов придется вот это все отлавливать. Маньяк, не маньяк, не маньяк. А из второй смены пятый номер кто? Кто? Из второй смены пятый номер. Вон, Алексей. А? Пятый. Это первая смена. А, где первая. Вторая смена пятый номер. Извините, я до двух считать не умею. А что у них такое? Что там? Он пошел, вот, что... Я его мишень не видел, что там. Катеризовали соседи. Что там? Четыре-четыре. Короче. Это не который. То там нет. Он так, что на трубу вырезал. Как умеет. Ну, значит. Я убил. Ну, вы ему поднимите. Потому что ему все прохожали. С revisим, что на 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 Ну что сказать по третьему матчу. Я по ветру в принципе угадывал, но были порывы, которые по вертикали раскидывали. Непонятно это было или от ветра, или мои ошибки. И вот я в тире заметил то же самое, что по вертикали есть разброс. Ну винтовка опять же незнакомая, не вкатанная. Есть нюансы, но стреляет очень хорошо. Есть потенциал, как говорится. Посмотрим какой будет результат. В принципе у меня есть уже статистика по моим выступлениям на этой дисциплине. В принципе все было сегодня удобоваримо. Имею ввиду по стрельбе, по ветровой обстановке. Работал не свободным откатом, но в плечо не упирал в затыльник. То есть пробовал искать вкладку. Что-то получалось, что-то нет. Но в целом, в принципе я доволен. Что сказать заключение? Прежде чем перейти к винтовке, хотел бы поблагодарить организаторов соревнований Клуб 22ЛР за то, что прислушиваются к стрелкам, учитывают их пожелания. В этот раз были флаги, были темные задники. Прицел 27 крат было видно пробойный на всех этих дистанциях. Получил удовольствие от стрельбы. Ну теперь непосредственно перехожу к винтовке. Ну если срезюмировать эти соревнования, то получилось, что я свой рекорд поставил по результату МКФ класса. С Чезет у меня 214 был результат, здесь 218. Это пока самый лучший результат, но не дотягивает до призового уровня пока. Будем тренироваться на соревнованиях. Железо, как мы видим, позволяет работать, если убрать вот эти отрывы. Но винтовка новая, она еще не обкатанная полностью. Я думаю, отрывы эти уйдут. Еще раз, наверное, придется сделать полировку ствола небольшую. Скорее всего, недостаточно. Я отполировал. Ну потому что у меня нет красной джебишки сейчас. Я делал это флицем, но флиц вообще не рекомендуется делать. Ладно, решим эту проблему. Это не проблема. Теперь непосредственно по винтовкам, что хочу сказать. Я считаю, что вот в данном исполнении МЕ-16 винтовка чуть выше класса, чем Чезет в исполнении Вармент. Здесь не надо ничего допиливать. То есть вы берете винтовку и сразу едете на соревнования. Ну, по сути, вот я только подобрал патрон. Даже ни вкладку, ничего не нарабатывал. Но и спуск из коробки у Чезетки, конечно, вообще никакой. Его приходится дорабатывать. Благо, это сделать несложно. И плюс есть альтернатива. Если вы найдете, Биг Сэнди, по-моему, есть и Флайт Риггер. Ну, насколько я знаю, для 457 его нет, но для 455 вы его найдете. Потому что эти винтовки еще есть где-то в магазинах, и вы можете их найти. Да, ценник на них сейчас подскочил. Если вы покупаете шасси, вот как у меня все это сделано, то у вас получается сейчас, наверное, даже дороже, чем купить МЕ-16. МЕ-16 имеет нюанс с затвором. Это неприятная особенность. Связано это с тем, что когда отводишь затвор назад, то он может сняться с боевого взвода, и засунуть его не получится. И вот если это произойдет в условиях соревнований, такое было и на выставке, и мне тоже об этом неоднократно говорили, что есть такая фича этой винтовки. То есть приходится снимать щеку, если нет у вас ключей, и это во время матча, считайте, вы себе геморрой сделали. Потому что не получается поставить его на боевой взвод, из этого положения, не вынимая. Ну, а если его вытащить, конечно, ставить его в боевой взвод, совмещаете приливы и вставляете. И вот у меня такое произошло сразу же перед пристрелкой. И в тире то же самое было. То есть этот нюанс нужно контролировать. Спуск из коробки. Ну, во-первых, эту винтовку делал Алексей Солдатов, то есть настройка спуска была произведена. Ну, то есть взяв винтовку из коробки, можно сразу ехать на соревнования и что-то получить. Ну, вот у меня сейчас, по-моему, восьмое место. Это тоже самое высокое место, которое я в этих соревнованиях занимал. То есть у меня там десятое, восемнадцатое, вот восьмое. Да, нужно там работать со вкладкой. Есть нюансы. Но в целом, конечно же, могу рекомендовать покупки. Какой здесь нюанс? Очень долго ее ждать. Если, допустим, у вас нет нарезного стажа или там год-два осталось, можете смело сейчас заказать и как раз к этому времени вам ее сделают. Но это не точно. Мы будем работать, будем развиваться. Спасибо большое за просмотр. До новых встреч. Пока.